Ты транслируешь мне Ты как агрессивная обывательница считаешь, что там с теми большими идеями и политическими проектами реальны только частные интересы. Я чувствую бессилие, агрессию и хочется разнести все это общество, воспитавшее тебя, стрелять вместе с коммунадами по версальцам, стрелять вместе с красными по буржуям и интервентам, стрелять вместе с республиканцами по фаланге. Но вот бой наконец закончен. Вдали дымятся куски неравенств, менеджментов и герархий. Кишки последнего капиталиста намотаны на кишки последнего управляющего. И только теперь я чувствую нежность. АПЛОДИСМЕНТЫ Политических единомышленников, которые не могли бы оказаться здесь, на этой замечательной сцене и обращаться к таким прекрасным зрителям, просто потому что они не поэты, или потому что они сидят в тюрьме, или потому что они покалечены, или даже убиты. И их существование, их героизм это то единственное, что оправдывает мое личное присутствие здесь и им посвящено следующее стихотворение. Раздираемый диалектикой долга и желания, мы покинули лагерь и побуждав по улицам, вскоре оказались по дворе с маленьким зоопарком, попуга и голубь и еноты. А потом под огромным деревом, на которое смотрело одинокое горящее окно, а потом на спортивной площадке, зажатой между домами. Где ты хочешь, спросила Анна, в центре поля, в воротах, а может быть на левом фланге. Через некоторое время преднутренние запахи раскрывающихся цветов, терких листьев, и вся эта пруга тащила нас дальше. Переулки, подбородки, дворы говорили опять, любите друг друга, но любить не давали. Повсюду были камеры, заборы, замки, входы. И становилось ясно, что спортплощадка была прекрасным местом, как и остальные исчезающие в городе открытые площадки, лужайки, пустыри. Которые потому так и возбуждают, что все угромные места давно огорожены, охраняются, просеянны камерами, прошиты взглядами. Из-за любого угла может высказать хозяин или охранник, и только в открытых местах ты наг и неуязвим. У тебя есть 10 секунд на то, чтобы подумать о защите или подготовиться к смерти, если силы не равны. Вернувшись в лагерь, мы обнаружили, что он разгромлен. Некоторых, видно, особо сопротивляющихся убили. Некоторым из убитых отрезали головы, как кочаны на какой-то адской прядке лежали и смотрели на нас, головы, товарищей. Среди них ходили упыли в темных костюмчиках. У них не было противоречия между личным и политическим. Мы видели, что они отработаны историей и материалом. И мы пошли пить кофе в Макдональдс. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok